Продолжение следует... Алё! Алё, Вадик, ты меня слышишь? Алё! Ну, ты где? Часы посещения уже закончились. Привет, любимая! Спасибо за дочку, красавицу! Вадик, ну ты же обещал. Слушай, я завтра с утра приеду и всё привезу. Я клянусь! Ну ладно, давай. Пока. Ну что, отмечай? Да не переживай. Я вон, когда первая родила, думаю, только на третий суток ко мне явился. Зато сейчас со вторым идеальный отец. Уходите, пожалуйста. Надо же, кому-то мужа пустили. Ты что, не знаешь? У нас мамочка одна при родах умерла. Так это её муж. Мамочки, мамочки, у нас кормление. Пожалуйста, в палату. Давайте, давайте. Девочки, всем пока! До свидания! До свидания, Ольга Васильевна! Зоя Михайловна, я пошла. Оль, зайди на минуточку. Оль, тут такое дело. Есть подработка. Подруга моя ищет репетитора по математике. Петька у неё вроде не глупый парень, а по математике одни двойки. А у тебя ведь все отличники. Ну, не преувеличивай. Зоя, ты знаешь, я веду бухгалтерию у Вадика. У меня на свою Ленку вообще времени никакого не остаётся. Прости, я откажусь. Жаль. Ладно, буду спрашивать коллег из пятьдесят седьмой. Хотя, лучше тебя, педагога, не найти. Ну, скажешь тоже. Это правда. Ладно, я пойду, меня там Ленка внизу ждёт. Давай, до завтра. До завтра. Пока. Людмила Ивановна, зайдите ко мне. Лена! 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 Ну что, как твои дела? Мы с девчонками Олимпиаду по истории обсуждали. И что там мы обсуждали? Давайте смотреть. Почётная грамота награждается Фёдорова Елена, победительница Олимпиады по истории. Какая ты у меня молодец. Папа обрадуется. Кстати, я ему уже позвонила. Он сказал, что прейдет пораньше. Правильно, такое событие нужно отметить. Ну что, тортик испечём? Нет, давай лучше пирог. Папа его больше любит. Пирог? Хорошо. Пойдём печь пирог. Доченька, иди помогать. Иду. А когда папа придёт? Скоро. Поставь это на стол. Слушай, а какую игру тебе папа обещал подарить? Путешествие по древней Греции. Я же тебе показывала видеообзор. А, это та самая сложная игра? Боюсь, мы с папой не справимся. Куда же вы денетесь? Кстати, а ты знаешь, как архитектор Харет работал над колоссом Радосским? Вокруг скульптуры насыпали земляной холм. Всё выше и выше. Ничего видно не было. А потом землю убрали, и все увидели это чудо. Колосс сверкал на солнце так, что был видим с соседних островов. Он же был покрыт листами бронзу. Ничего себе. Всё-таки хорошо, что ты ходишь на курсы истории. Да, в школе история скучная. Это не история скучная. Это ты у меня слишком умная. Папа, наверное. Вадик, ну ты где? Олечка, слушай. Ну, я на работе застрял. Представляешь, всех ребят уже отпустил. Сам уходить собрался, как вдруг заказы с сайта посыпались. Ну, теперь надо все заказы сегодня собрать, потому что завтра ничего не успеем. Вадик, ну как же так? Мы тебя ждём. И ты там, наверное, опять голодный сидишь. Да нет, всё нормально. Мне ребята перед уходом бутерброды оставили. Слушай, Оль, а ты посмотрела бизнес-план по родничному магазину? Просто надо уже вопрос аренды решать, берём или нет. Чего тянуть-то? Ну, я попозже посмотрю. Слушай, Вадик, а может быть мы сейчас к тебе приедем? Возьмём пирог и поможем тебе с заказами разобраться. Олешка, не надо. Вы меня отвлекать будете. Я ничего не успею. Ложитесь без меня. Всё, давай, целую. Пока. Ну ладно, давай, пока. Женечка, я пришёл. Вау. Ты сегодня очень красиво выглядишь. Я старалась. Для тебя. Так, ну что ты тут ковыряешься? Ещё чай и пирог. Я не хочу. Совсем ничего не хочешь? Совсем. А у меня есть предложение. Если папа задерживается на работе, мы можем с тобой записать ему поздравления на день рождения. Ну, мы что говорили, что нужны одинаковые платья. А я взяла на прокат. Та-дам! И недорого. Правда? Правда. Сейчас мы с тобой сделаем праздничный макияж. Согласна? Угу. Отлично. Я за видеокамерой, а ты возьми цветы. Ага. 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 Начто не убейте, почему-то пог黨. Я хочу поговорить с женой. И поговорю. Обязательно поговорю. Я это слышала уже много раз. Женя, ну зачем ты сама себе портишь настроение? Лучше подумай, что у нас скоро будет настоящий магазин. Скорее бы. Этот склад О stars чертел уже. Мало того, что холодно, как в склепе, так еще сижу там практически одна. Почему одна? Ну как же я? Да я не об этом. Я ведь косметолог, а не телефонистка. Я хочу видеть живых людей. И потом, после моих консультаций, я уверена, покупатели не уйдут с пустыми руками. Уверен. Так и будет. Поговори с женой. Хорошо. Сейчас. С днем рождения! Привет. Выжинать будешь? Мы с Леной пирог испекли. Я никак не могла ее уложить спать. Она тебя ждала. Ты чего? А ты игру купил? Какую игру? Ты забыл. Только не надо осуждения в голосе. Заработался, забыл. Потом куплю. Вадик, что с тобой? Да, кстати, я посмотрела твой бизнес-план. Розничный магазин не окупится в таком непроходном месте. Он только съест прибыль от интернет-магазина. Вот что ты за жена такая, а? Всю инициативу на корню душишь. У тебя одни пироги да игры в голове. Не такая мне женщина нужна. Мне нужна такая, которая меня поддерживает во всем. И, к счастью, мне такая и есть. За вещами потом приеду. Вадик. Вадик! Вадик, ты куда? Вадик, подожди. Ну ты что, из-за магазина переживаешь? Вадик, ну давай его откроем. Я... Хватит унижаться. Я тебе все сказал. Вадик, пожалуйста, не уезжай. Ну, пожалуйста, не уезжай. Поговори со мной. Вадим! Вадик, ну объясни мне, что происходит. Вадик! Ольга Васильевна, а Симонов у вас был сегодня в классе? Этот обормот прогулял уже три моих урока. Вы представляете, три? Ольга Васильевна, вы меня слышите? Что, простите? Оля, ты чего? Прости, пожалуйста. Господи, ты не заболела? Так, ну-ка, иди-ка ты, Милочка, домой. Нечего мне здесь заразу разводить. Боже мой, ты догоришься. Марш домой, я сказала. Лечиться. Я тебе позвоню. Мам, 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 а почему тебя сегодня в школе не было? Мам, тебе плохо? Мам, давай ты приляжешь. Нет, я не знаю. А где папа? Я ему звонила, он трубку не берет. Папа поехал в командировку, там плохо со связью. Как плохо, что папа уехал? Мам, давай я тебе чай леппи восьмедом заварю. Сразу лучше станет. Давай, только ты переоденься, хорошо? Прошу. Так, и куда ты меня привез? А вот и обещанный сюрприз. Это что? Ключи от нашего нового магазина. Продукты? Пока продукты. Потом косметику повесим. Пойдем, смотри. Велком. Ну и бардак. Могли бы хоть убрать за собой. Ой, да ладно. Так. А, тут у нас прилавок. А тут у нас будет шкаф с косметикой. А лучше два. Жень, Жень, сбавь впрыть. Денег у нас совсем мало. И, между прочим, в долги влез ради этого магазина. Еще этот кредит выплачивать. Кредит записан на твою благоверную. Пусть она и выплачивает. Да, но брали-то на мою ферму. Сколько лет она на твоей шее сидела? Ничего, пусть тоже поработает. Тоже мне принцесса. Ладно, не дави. Я подумаю. Подумаешь, подумаешь и что-нибудь придумаешь. Ты же у меня такой. Я такой. Да? Угу. Алло. Пладешь по кредиту, да. Да, хорошо, я помню. Там. После курсов сразу домой, а то я буду волноваться. Хорошо, мам. А у тебя сегодня два урока? Один. Седьмой А уехал на экскурсию. Может быть, я тебя все-таки встречу? Мам, я что, маленькая, что ли? Иди лучше в школу, опять простыешь. Папа! Папа приехал! Папка, наконец-то довернулся из этой дурацкой командировки. Ты принес меня, Игорь? Дочь, прости, дел много было. В другой раз, ладно? Угу. А ты сейчас домой? Понимаешь, мне сейчас нужно пожить в другом месте. В каком месте? Почему? Угу. А ты надолго? Думаю, да. Понятно. Лен! Ну, вот, я вещи забрал. Мне ехать пора. Меня там ждут по работе. Вадик, звонили несколько раз из банка. Ты просрочил платеж по кредиту. Оля, я сейчас на мели совсем. Еще этот кредит. Он же на тебя оформлен. Прости, я не смогу его тянуть. Оля, у меня, наверное, аллергия. Понятно. Знаем. Знаем, я такую аллергию. Нечего здесь стесняться. Я сама недавно прошла через развод, и ты это прекрасно знаешь. Другую нашел? Вот же ж, все они одинаковые. Хорошо. А что у тебя с деньгами? Не очень. Он на меня еще кредит повесил. А платеж по кредиту – это вся моя зарплата. У нас еще квартира под залогом. Сбережения есть? Все вложили в бизнес. Ладно. С деньгами я тебе помогу. Зоя, не надо. Не надо, не сопротивляйся. Отдашь, когда сможешь. Придешь в себя и... Кстати, подумай о частных уроках. Бухгалтерию Вадима тебе теперь везти не нужно. Это хороший шанс подзаработать. И мой тебе совет. Подай-ка ты на алименты. Это можно сделать еще до развода. Зоя, какие алименты? Вадим любит Лену, он ее не оставит. Ну, конечно. То, с какой легкостью он повесил на тебя кредит, говорит исключительно любви. Подай. Подай. Лен, ты уже сделала уроки? Что с тобой? Тебе не здоровиться? Нет. Просто отдыхаю. Лен, ну что ты? Почему ты мне не сказала, что вы с папой поссорились? Мы не ссорились с папой. Так просто иногда бывает. Лен, ну не обижайся на меня. Я хочу спать. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да ты что? На этом нельзя экономить И потом знаешь, я давно заметила, девчонка совсем на тебя не похожа Я не говорила раньше, но теперь Я бы сначала тест на отцовство сделала и уже бы потом платила алименты Неизвестно еще, где твоя Ольга ее нагуляла Слушай, Леонид, ты что такое огородишь-то? Ну а что? Ты думаешь, твоя женушка святая? Что же не остался с ней? Ну иди ко мне Да, бедный мой Что случилось? Привет! Почему нужно было дергать меня с уроков? Понимаешь, в общем, нужен образец слюны Лены Тест на отцовство Что? Ой, ты меня сама вынуждаешь Я же тебе говорил, у меня сейчас с финансами трудно Если ты на алименты не подала, ничего бы этого не было Я не понимаю, когда ты успела превратиться в такого подлеца Мало того, что ушел Повесил на меня кредит А теперь обвиняешь в измене? Решил добить? Только не драматизируй, ладно? Это всего лишь анализ Формальность Я с больницы договорился Вот адрес Не переживай, Лене не скажут, что это на отцовство Скажут, что у меня подозрение на свиной грипп И всем родным нужно задать анализы Только это сегодня надо сделать Хорошо, мы с Леной приедем Спасибо Вот Вот, ваша честь Получите, распишитесь Эта тварь еще на алименты подает Прекратите этот балаган Денег захотела? Вот! Успокойтесь, или вас сейчас выведут Не надо, не надо Я сам выход найду Все нормально Тебе голову за это оторвать мало Все Ну что? Что мне вам сказать Ольга Васильевна Ваш супруг не является отцом Вашей дочери Что? Вот заключение ДНК экспертизы Здесь все четко написано Это какая-то ошибка Женщина Ошибок у нас быть не может Написано Не отец Значит не отец Но этого не может быть Нет, ну понимаешь Нагуляют детей Неизвестно где От нам претензии Что вы такое говорите? Как вам не стыдно? Все, дамочка Не тратьте мое время Есть претензии Приводите мужа Пересдавайте анализы Он не придет Послушайте, Галина Степановна Опять вы скандальите Что случилось? Я же вам все рассказала Борис Данилович Галина Степановна, пожалуйста Так, успокойтесь И по порядку Мы с мужем разводимся Он придумал этот тест Принес его в суд А там Ну поверьте Ошибки быть не может Я знаю точно Что Лена его дочь Но у меня правда Никого не было Понятно Позвольте Как вас зовут? Ольга Ольга Действительно Ошибки быть не может Сейчас с этим Очень все Строго Биоматериалы Маркируются в больницах Знаете-ка что? Сдайте анализ Сами Какой? Такой же Биоматериал девочки Должен был сохраниться В лаборатории Я ничего не понимаю Послушайте Если вы уверены Что девочка Действительно от мужа Это единственное Разумное объяснение Несколько лет назад Такие ситуации Еще случались В роддомах Детей просто путали Господи Это какой-то бред Не спорьте Хуже вам от этого не станет Галина Степановна Оформит вас по льготе Правда же, Галина Степановна? Как скажете Борис Данилович Пойдемте Я все равно иду в лабораторию И соберитесь, милая Вам еще ребенка растите А на такого мужа Вам рассчитывать не придется Пойдемте, пойдемте Алло, бабуль Привет Да, бабуль Все хорошо Мама тоже Папа Еще на работе А как ты себя чувствуешь? Ты пьешь таблетки? Ну хорошо Я тебя целую Пока Алло Зой, да Привет Ну, потом расскажу Слушай, я хотела тебя спросить Этот мальчик Петя Ему еще нужен репетитор? Ага Да, давай Сейчас запишу Как, Лариса Анатольевна? Лариса Анатольевна Хорошо Да, завтра позвоню Спасибо тебе огромное Ты меня очень выручаешь Хорошо Пока Лариса Анатольевна Нина Ну что, как у нас дела? Не очень Ну, в принципе, вы можете идти и дальше Мы сами Да, спасибо До свидания До свидания Это только начало Все еще впереди Ну, что, прям здесь, что ли? А почему нет? Подожди Да, я слушаю Какая жалоба? У нас все декларации в порядке Да, я вас понял Кто-нибудь из покупателей Требовала декларации на товар? А, при мне нет А что такое? Из Роспотребнадзора звонили Говорят, на нас жалобу написали Вот что, ты поезжай домой А мне еще нужно документы все проверить А, может, я помогу? Я сказал, езжай домой Буду поздно Держи Считай, что это премия И не сопротивляйся Зоя За хорошую работу Ты меня всегда выручаешь Я пошла Удачи Зоя, пока До свидания, Ольга Васильевна До свидания Зоя Михайловна Я тут Ну, в общем А правда то, что Ольга Васильевна, она разводится Я просто думала, что у нее крепкая семья Людмила Ивановна У вас ведь сейчас следующий урок Ну, вот и идите Готовьтесь А не сплетни собирайте Лена Смотри, что я принесла Это от папы? Нет, это от меня Это скучная игра Можешь вернуть обратно в магазин Лена Не надо, ты не мешаешь Мне задали Я уверена Все, что тебе задали Ты уже сделала Отдай Не отдам Пока мы с тобой не поговорим Послушай меня, я прекрасно понимаю Что ты переживаешь из-за папы Я тоже И мне тоже очень тяжело Но я не виновата в том, что так получилось Не отдаляйся от меня, пожалуйста Мне без тебя не справиться Я просто Так скучаю по папе Почему он даже не звонит Телефон у него выключен Он же обещал приходить Он что, больше меня не любит? Доченька, иди сюда Что ты такое говоришь Что ты такое говоришь Он тебя очень любит, очень Просто Просто дай ему время остыть И он будет приходить к тебе часто-часто Вот увидишь Мне плохо без папы Я хочу, чтобы все было как раньше Я тоже, солнышко, я тоже Слушай, может мы чутки сыграем? А? Давай Спасибо тебе, мамочка Я так давно его хотела Леночка, открой, пожалуйста Это Петя пришел, я с Катей заканчиваю Хорошо Привет, заходи Привет Правда, мама еще с Катей не закончила А, ну, я могу тогда еще погулять Да не, пойдем лучше ко мне Я тебе классную игру покажу Ну, давай Мне ее мама купила Лен Ты чего? Ольга Васильевна Лене плохо Что? Лене плохо Лена Лена Лена, что с тобой? Леночка, ты меня слышишь? Где Федора? Вот она Здравствуйте Вы мать? Здравствуйте Постойте, я вас помню Это значит, это ваша дочка Не буду долго ходить вокруг да около Дело серьезное По предварительным данным у вашей дочери Лейкоз Если диагноз подтвердится Вполне возможно, что понадобится пересадка костного мозга У вас есть другие дети, которые могли бы стать донорами? Подождите А что показал анализ? Что? Экспертиза ДНК А что показал? Я Я не пошла за результатом Машенька, срочно позвоните в лабораторию Пускай поднимут результаты анализов На родство Елены и, по-моему, Ольги Федоровых Но там уже закрыто Да Значит, завтра, прямо с утра Передайте на пост, пожалуйста И еще, Ольга Узнайте в регистратуре список вещей Разрешенных передач Простите А можно к ней? Нет, сейчас уже не получится А вот завтра Завтра я вас проведу Алло Мама Мне нужна твоя помощь Мама 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 Вадюш, ну оторвись ты от своей бумажек. Жень, подожди, я занят. Я думала, когда ты ко мне переедешь, мы попробуем ребеночка завести. Сейчас как раз подходящий день. Какого ребеночка, Женя? Открой глаза, мы на мели. Магазин приносит одни убытки. Но нет денег, чтобы даже бухгалтера нанять, самому приходилось заниматься этим. Тут еще эта жалоба. Ты представляешь, если с проверкой придут? У нас половины декларации нет. Ну, Вадюш. Ольга, к сожалению, мое безумное предположение оправдалось. Лена не является вашей биологической дочерью. Сейчас первоочередная задача найти родственников. Они могут стать донорами. А вообще лучшие доноры – это родственники. Братья, сестры. Будем надеяться, что вам удастся найти настоящих родителей. У них окажется еще один ребенок. Я отправил запрос в российский банк доноров, но он очень мал. А иностранные все очень дороги. Так что, Оля, мой вам совет. Запаситесь терпением и держитесь. Спасибо. Мам, давай я повезу. Я сама. Молодец. Не раскисаешь. Все равно это наша девочка. И мы поставим ее на ноги. Так, а врача-то как зовут? Борис Данилович. Он хоть толковый? Да, говорят, нам очень повезло, что мы попали именно к нему. Он лучший врач в больнице, а возможно, во всем городе. И человек очень хороший. А что он советовал-то? Он советовал поехать в роддом и поднять все архивы. Вот это правильно. Вот сейчас и поезжай. А я обед пошла готовить. Давай. Я сейчас тебе вещи помогу занести. Дай мне хоть сумку. Я сама. Давай. Всегда ты так. Ольга Васильевна. Все это, конечно, очень интересно. Но такого просто не может быть. Обращайтесь в суд, если хотите. Это ваше право. Послушайте, вас я ни в чем не обвиняю. Тем более тогда вы здесь не работали. И менять бы я ничего не стала. Моя дочь это моя дочь. И я ее очень люблю. Но ребенок может умереть, если я не найду донора. Я вас очень прошу. По-человечески. Хорошо. Сделаем так. Вы идете сейчас в архив. Скажете, что от меня. Это отдельный вход слева от ворот. Спасибо вам огромное. Все равно здесь без судебного разбирательства не обойдется. Такая же у меня судьба разгребать за всеми. Алло. Здравствуйте. Могу я поговорить с Дарьей Мельниковой? Дарья. Добрый день. Меня зовут Ольга. Я перейду сразу к делу. Мы с вами лежали в одном роддоме. Да. Ну, в общем, так получилось, что мою дочь перепутали. И я сейчас ищу ее настоящих родных, что... Алло. Дарья, пожалуйста, выслушайте меня. Это вопрос жизни и смерти. Я вас очень... Не перезванивай. Лучше потом сообщение отправишь. Пусть остынет. Ладно. Сейчас буду звонить Александру. Его жена умерла при родах. А-а-а. Ну, давай. Лучше, мы-то мужа пустили. Диего Консалтин. Добрый день. Александр Петрович занят. Что ему передать? В одном роддоме с его женой? Давайте я запишу ваш номер. Яна Владимировна, здравствуйте. Здравствуй, Настя. Саша у себя? Да. Но он занят. Ничего страшного. Я ненадолго. Яна, привет. Привет. А что случилось? Что случилось? С детьми все в порядке? Да я не понимаю, почему должно обязательно что-то случиться? Я что, не могу просто так приехать к любимому мужу? Я. Ты же никогда ничего не делаешь просто так. Саш. Ну, я что, такая меркантильная, по-твоему? Ладно, прости. Чего ты хотела? Я готовлюсь ко встрече, у меня, правда, мало времени. Слушай, там звонили из клиники и сказали, что нужно опять взять какие-то анализы. Ну, ты представишь, просто какой-то грабеж. Ну, ты же знаешь, что я на все согласна. Только чтобы у нас был ребеночек. Я тоже. Я тоже. Сколько нужно? Как обычно? Ну, я не знаю. Я там еще обещала после школы Алиску магазином сводить. А, понятно. Хорошо. Столько у меня с собой нет. Кину тебе на карту, ладно? Котик. Прости, мне правда нет. Ты у меня чудо. Ну, да. Я побежала. Все, пока. До вечера. Пока, пока. Пока. Пока-пока. До вечера. Пока. Что, Настя? Александр Петрович, вам тут женщина звонила. Говорит, что она лежала в роддоме с вашей, с Мариной Леонидовной. Давай не сейчас. Хорошо? Позже. Чай, копьер? Нет, спасибо. Яночка Владимировна. Ой, Алисоньку привезли. Мы по магазинам ездим. Привет, Тамара. Привет. А мне новое платье купили. Ой, ты ж моя красавица. Тамара, пакеты забери. Яна. Что, Ромочка? Ну и где вы были? Почему телефон не брали? А в чем, собственно, дело? И почему такой тон? Математичка ждет Алису уже целый час. Хоть бы предупредили. Послушай, Ромочка, если тебе так нравится эта старушенция, пожалуйста, давай, иди занимайся с ней сам. А Алисе, может быть, это ей не нужно. Ну что, иди учись. Яночка, отмени занятия, пожалуйста. Я домашку не сделала. Ну что с тобой делать? Ну ладно, выручу. Пойдем, подруга. Ой, здравствуйте. Ну, наконец-таки. Ну что, Алис, пойдем заниматься? А то я через полчаса должна уезжать. Регина Андреевна, неужели вы хотите сказать, что вы проведете полноценное занятие за полчаса? Ну нет, конечно же. Оно будет сокращенное. Я, к сожалению, не могу задержаться. Я очень далеко живу. Ну, в таком случае мы его отменяем. Как отменяем? Подождите, а Александр Петрович категорически запретил пропускать занятия. Ну, может быть, я хотя бы домашние задания проверю и новые дам. Александр Петрович договорился с вами о полуторачасовых занятиях. Про получасовые занятия разговора не шло. Поэтому вы свободны. Я поняла. Ну что, Алис, до понедельника? До свидания. До свидания. Нет, нет, нет! Мое золото! Верни ее сейчас же и заплати за занятия. А его не было? Ты вообще не имеешь права отменять уроки. Ее нанил отец, а не ты. Тамара! Да-да, я здесь. А что у нас сегодня на обед? Без строганов, отварной картофель, а для вас овощной рагу. Прекрасно. Еще, пожалуйста, про овощный салат не забудь. Я скоро вернусь. Конечно, конечно. Яночка, Яночка! Пока! Пока! Ну все, можешь поиграть в планшет. Я скоро. Алиса! Что? Ты что, не понимаешь? Она ненавидит нашу маму. Поэтому и выставила математичку. Потому что она работала с ней. Ты просто завидуешь, что мы с Яной лучшие подруги. А у такого зануда, как ты, вообще нет друзей. Да что я тебе объясняю. Тебе абсолютно все равно, что хорошего человека обидели зря. Ты такая же бесчувственная пустышка, как и твоя мачеха. Она такая же моя мачеха, как и твоя. Александр? Да? Александр Родионов. Совершенно верно. Здравствуйте. А вы знакомы? Меня зовут Ольга Федорова. Я лежала вместе с вашей покойной супругой в одном роддоме. Я звонила сегодня, разговаривала с вашей помощницей. Да, да. Прошу прощения, я вам не перезвонил, хотя не понимаю, чем могу быть полезен. Это Лена. Моя дочь. Симпатичная девочка. Она родилась в один день вместе с вашей дочкой. Ага. Вот выписка из роддома. Да зачем? Я вам и так верю, к чему это все? Дело в том, что у Лены лейкоз. Я вам сочувствую, правда. И знаете, если вам нужна материальная помощь, у меня есть свой фонд, вы позвоните туда, вам помогут. Нет, дело не в этом. Я вам оставлю визитную карту, там телефон, адрес электронной почты, вы обязательно напишите. Пожалуйста, выслушайте меня. Дело в том, что Лена, она не родная мне дочь. Ее перепутали в роддоме. И я сейчас ищу ее настоящих родных. Они могли бы стать донорами. То есть... Подождите, вы хотите сказать, что вы предполагаете, что ваша девочка может быть моей дочерью? Я не знаю. Я пытаюсь это сейчас выяснить. Вы знаете, Ольга, я был готов уже вам помочь, но слушайте этот бред. Александр, это да, это нелепо звучит, но подмена детей это факт. Да нет, Оль, извините, всего доброго. Мне неинтересно эта тема. Слушайте, мой ребенок может умереть, если я не найду донора, Александр. Ну-ка. Встретилась с Александром? Встретилась. И что? Сбежал от меня, как от чумной. Встретилась с инфекцией. Встретилась с инфекцией. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Алло. Здравствуйте, Ольга. Это Александр Родионов вас беспокоит. Ну, в общем, я готов сдать анализы. Давайте встретимся с вами в клинике ЛСДЖИ завтра в девять утра. Подходит? Спасибо, Александр. До завтра. До завтра. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нет, все хорошо. В школу собираюсь. Проснулась, Ольга. Ну, хорошо. А ты что, не дома? Нет, я не дома. Я уже на работе. У вас все хорошо? Да, все в порядке. Только вот Ромка вчера обзывался. Назвал меня пустышкой. Ну, ты не расстраивайся. Ромка наверняка сгоряча. Ты же знаешь, ты самая прекрасная девочка на свете. Да. Выходные проведем вместе. Обещаю. Может, в кино сходим. Хорошо. Ну, давай. Целую. Пока. Ольга, доброе утро. Я здесь. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Простите, я опоздала. Давно ждете? Ничего. Да нет, я только подъехал. Спасибо вам еще раз огромное за то, что вы согласились. Я понимаю, что я выгляжу как сумасшедшая, но у меня просто нет другого выбора. Да нет. Вы меня простите за вчерашнее. Я просто... Не каждый день такое услышишь. Да. Да. Пойдемте. Пойдемте. Спасибо. Так, ну вот. Анализы будут готовиться несколько дней. О сроках там все указано. Мы можем успеть, конечно, раньше. В этом случае с вами свяжутся по телефону. Угу. Хорошо. Спасибо большое. Да, обращайтесь. Всего доброго. До свидания. Ну вот, вроде бы и все. Это ваш экземпляр. Теперь будем ждать. Могу я еще что-нибудь сделать для вас? Нет, что вы. Вы и так для меня уже все сделали. Да. Вы меня простите. Мне нужно ехать в больницу. Конечно, конечно. Оля, скажите, а могу я познакомиться? С вашей дочерью. Ну, ну да, конечно. Разумеется. Только нам нужно как-то придумать, как вас представить. Она до сих пор ничего не знает. Ну, ну что-нибудь придумай. Так что все в школе передают тебе привет. Все тебя очень ждут. А папа звонил? Он приедет ко мне? Папа, он сейчас очень занят. Ты же знаешь, он открыл магазин. Понятно. Ну, ты позвони ему. Если он узнает, что я в больнице, он ведь приедет. Конечно, позвоню. Смотри, что я тебе принесла. Сыграем? Угу. Как твою соседку зовут? Вера. Вера? Да. Хочешь с нами сыграть? Нет, спасибо. Это очень интересная игра. Ну, давайте. Вера. Привет. Ну, давай часиков на шесть договоримся, да? Извини, я тебе перезвоню. Добрый вечер, Яна Владимировна. Добрый вечер. Вы точны, как английская королева? Ну, наверное, мы с ней родственницы. У меня к вам серьезный разговор. Мы можем вот там поговорить? Да, конечно, можем. Прошу. Угу. Яна Владимировна, вы наш постоянный клиент, и вы мне крайне симпатичны. Поэтому я в сомнении, говорить вам или нет. Ну, выкладывайте. Эта новость касается вашего мужа. Про Сашу? Он что, был здесь? Когда? Сегодня утром. Ну, и что? Ну, давайте не тяните. В чем дело? Яна Владимировна, ваш муж приходил с некой женщиной. Так. Имя Ольга Федорова. Вам о чем-нибудь говорит? Нет. Она принесла биоматериал своей дочери, а ваш муж сдавал ДНК-анализ на отцовство, а также на совместимость коцного мозга. Видимо, девочка больна. Вот черт, а. Вот только этого мне еще не хватало. Сколько ей лет? Я не знаю. На вид лет тридцать. Да я про девчонку. А, она ровесница вашей падчерицы. Они родились в один день. Я в край муха слышал, как женщина говорила про подмену в роддоме. Подождите, подождите. Фух. Стоп. То есть вы хотите сказать, что Алиску могли перепутать с этой девочкой, так? Яна Владимировна, я хочу сказать, что вполне вероятно, у вас будет еще одна падчерица. О, Господи, Боже мой. Как вас зовут, простите? Меня зовут Максим. Максим, скажите, а мы могли бы сделать как-то так, чтобы, если Саша действительно является отцом этой девочки, чтобы он об этом не узнал. Яна Владимировна, вы просите меня подменить анализ. Это очень большой риск для меня. Вы понимаете? Я вас услышала. Вас такая сумма стоит? Яна Владимировна, меня могут уволить. Понятно. Такая? Я все равно собирался увольняться. Добрый день. Чем могу помочь? Здравствуйте. А вы Женя? Да. А где Вадим? Ребята на складе сказали, что его нет. А Вадим отъехал. Куда? Когда вернется? Не много ли вопросов задаете? Это вы. Я ли увела у вас мужа? Да. Вадим отъехал. Я не могу передать информацию для Вадима через вас. Дело в том, что Лена, его дочь, тяжело заболела. А он сменил номер телефона, я не могу до него дозвониться. Поэтому я приехала. Вот адрес больницы. И я очень надеюсь, что он будет великодушен и навестит ребенка. На какой-то странице. На восемь седьмой. Девочки, я хочу вас познакомить. Это Александр Петрович. Приветствую. Он из благотворительного фонда, как я вам рассказывала. Это Лена, а это Вера. Очень приятно. Я вас оставлю надолго ненужного Борису Даниловичу. Конечно. Я скоро приду. Ух ты. Ну, привет, принцессы. Здравствуйте. Держите подарки. Вера. Спасибо. Лена. Спасибо. Так, а здесь еще целый пакет сладостей для всех. Ну, рассказывайте, как вас тут кормят. Хорошо. Хорошо? Нянечки не очень строгие. Можете мне все рассказывать. Примем меры. Саму строгую нянечку отправим на перевоспитание. Нянечки хорошие, очень добрые. И медсестры тоже. А врач Борис Данилович, он вообще самый лучший. Ну, замечательно. Ты смотри, никогда не видел всем довольных принцесс. А как кровати? Удобные, мягкие? И что, ни одной горошины? Принцессы? Прекрасно. А ты историей выркаешься? Да. Любимая тема? Угу. Вот только школьные учебники такие скучные, что маму приходится идти в библиотеку и брать мне книжки. Молодец тебя, мама. А знаешь, кстати, моя жена была учителем истории, так вот она тоже была не очень высокого мнения о школьных учебниках. Даже свой хотела издать. Ну что, теперь давайте распаковывать сладости. Посмотрите, косметика, ручная работа, эксклюзив. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Ну что? Штраф заплатил. Проверку удалось отстрочить. Но за это придется еще раскошелиться. Ничего, я по друзьям проеду, кого-нибудь займу. Сейчас главное сделать все недостающие декларации. Вот. Мне контору посоветовали. Они дешевле сделают. Позвони им прямо сейчас и узнай, какие документы им нужны. Все, поехал. Угу. Удачи. А, Вадик. Тут твоя бывшая приходила. И чего она хотела? Там, похоже, девчонка заболела. В онкологии лежит. Вот адрес. Навестишь? Даже не собираюсь. А ты-то чего с ней так переживаешь? Да просто жалко ее стало. У меня тетка от рака умерла. Она очень мучилась. Неужели ты не понимаешь? Я не хочу ничего слышать ни об этой предательнице, ни о ее дочке. Все. Юльке Кулаковой мама купила настоящую брендовую сумочку и платье. Теперь она ходит, воображает. Девчонки за ней как собачки бегают. Вот по мне такую сумочку. Да у этих Кулаковых, по-моему, даже вся прислуга одета от кутюр. Нет, Саш, ты видел их дом? Целых два бассейна. Зачем вам два? Ну как зачем? Один с подогревом, другой без, но зато с противотоком. А дом, ты видел? Целых пять этажей. Зачем столько? У Юльки вообще своя собственная гардеробная. Она говорит, что у нее больше ста платьев. Врет, конечно. Что у тебя с учебой? Ты все еще не заметил, что учеба ей совсем не интересна? Да и куда ты взяться интересам? У тебя все время нет дома. Перед глазами только один пример для подражания. Ты на что намекаешь? Пап, ну я же говорила, вот он опять! Тише. Ну давай, жалуйся на меня. Ябеда. Я пойду к себе, больше не могу слушать этот бред про ваши наряды и богатеньких друзей. Рома, сядь, пожалуйста. Я не понимаю, неужели нельзя поесть все вместе спокойно? Вот и ешьте спокойно. Сами. Нет, Саш, ну ты видел? Нет, ну ты видишь, что происходит? Я не знаю, с этим надо что-то делать. Ну, тебя все время нет дома, а я должна каждый день вот это вот слушать. Может быть, его к психологу сводим? Яна, ты знаешь, отчасти он прав. Ты поощряешь безделие Алисы, вместо того, чтобы хоть как-то простимулировать ее интерес к учебе. Девочки ее возраста серьезную литературу читают. Она только о платьях думает. Саш, ну она же девочка. А я не учительница. Ладно, я к себе в кабинет, поработаю немного. Опять работать? Ну ты же обещал, что все выходные мы проведем вместе. В кино сходим. Ты уроки сделала? Да. А математику? Математику нет. Но я могу ее после кино сделать. Сегодня никакого кино. Занимаешься математикой. Тамара Ильича. Да. Проследите, пожалуйста, чтобы Алиса сделала математику. Хорошо. Алисенька, давай доешь все, и мы с тобой пойдем делать математику. Так? Ешь давай. Ешь, ешь. Ешь. Фух… Ну, Яночка Владимировна, ну нельзя вам курить, если ребёночка-то хотите. Тамара, а давай я сама разберусь, что мне делать. Давай, иди по своим делам, хорошо? Хм… Алло. Привет, Свет. Ну, конечно, не в духе, а ты поживи с чужими детьми, на тебя посмотрю. Да Саша на работе всё время. Да ну ты что? Нет. Да какая любовница? Он в городской квартире ночует. Постоянно… Я не знаю. В смысле? Нанять детектива? Ты думаешь? В мысле? В муке. В муке. В муке. В муке. В муке. В муке. Алиса, ну, укладывайся. Не балуйся, не балуйся. Вот видишь, как хорошо, что папа вспомнил про математику. А смотрела бы кино, и ничего бы не успела сделать. Правда? Держи свою куклу. Спокойной ночи. Ой, спокойной ночи, Александр Петрович. Спокойной ночи. Ну что, принцесса, сердишься на меня? Нет. Ну и правильно. Алиса, я не хотел тебя обидеть, правда. Я тебя очень люблю, ты же знаешь. Я хочу, чтобы ты выросла не просто хорошенькой, а еще умной и интересной. Понимаешь? Смотри, что я тебе принес. Вот. Это учебник, который твоя мама написала сама. Иллюстрации сделала сама. Я подумал, может, тебе будет интересно, и ты захочешь посмотреть. Прикольные картинки. Угу. Да, у твоей мамы было много разных талантов. Расскажи про маму. Мама. Мама была очень доброй. Ее все любили. В школе, даже на улице, когда она шла, за ней всегда бегали бродячие собаки и кошки. Главное, у нее для всех находилось угощение. А когда мы уже ждали тебя, она прямо у нашего дома нашла щенка. Это тот, который убежал? Угу. Он убежал почти сразу, как мама не стала. Ромка так плакал. Я тогда хотел купить ему новую собаку, но он отказался. Я тоже хочу собачку. Угу. Ты же знаешь, у нашей Яны аллергия, поэтому мы не можем себе их пропадать. Ну, откуда же тогда взялся тот щенок у нашего дома? Не знаю. Наверное, он почувствовал, что в этом доме живет очень хороший человек. Угу. Угу. Здравствуйте. Алло. Да. Максим, чем порадуете? Нет, для вас, к сожалению, плохие новости. О, Алисенька, а ты что так рано, а? У тебя же занятия в школе должны быть. А, у нас физру отменили, ну и всех развезли на школьном автобусе. А, понятно. Слушай, а я обед еще не готовила. Знаешь, давай переодевайся, я тебе разогрею что-нибудь, так? Угу. Подождите, то есть Саша действительно является отцом этой девочки? Ваш муж является отцом Елены Федоровой? Да. Вероятность отцовства составляет 99,9%. Максим, ну вы же помните наш уговор, что вы должны подменить анализы. Да, я помню и все сделаю. Но это будет стоить дороже. Два анализа, двойной тариф, как говорится. Я вас услышала. Но деньги я внесу только после того, как удостоверить, что у Саши другие анализы. Ты, Ромка был прав. Ты обманываешь папу. Я перезвоню. Алиса, Алиса, стой. Иди сюда. Иди, тебе кое-что расскажу. Послушай, раз уж ты здесь, тебе и решать. Дело в том, что папа недавно сдавал анализы на родство с другой девочкой. Потому что в роддоме, где она родилась, перепутали детей. И оказалось, что та девочка настоящая дочь папы. А ты, выходит, нет. Это неправда. Ты все врешь. Я не вру. Я не вру. Если ты хочешь, я сейчас позвоню в клинику и попрошу привести анализы. И ты сама во всем удостоверишься. Только та девочка будет жить здесь, в этом доме, с папой. А ты отправишься к незнакомой нищей тетке. Я не хочу к незнакомой нищей тетке. Я хочу остаться с папой. Ну вот и хорошо. Вот и правильно. Тогда ты сейчас идешь к себе и никому ничего не говоришь. И Роме тоже. А я сейчас звоню в клинику и постараюсь все уладить. Я обещаю. Идет? Ну и хорошо. Иди к себе. Алисенька, идем обедать. Уходите. Я не хочу никого видеть. О, иду по Сейдонам. И вот, что я сейчас вам построю. Здравствуйте. А где тут наша Леночка? Ой, Зоя Михайловна, здравствуйте. Здравствуй, солнышко. Привет, Зоя. Познакомьтесь, пожалуйста, это Александр Петрович. Это Зоя Михайловна, завуч нашей школы. Очень приятно. Очень приятно. А я вам пирог принесла. Пошли скорее. Так. Осторожно, горячий. Берите тарелочки. Оля, анализы готовы. Я поехал за результатами. Хорошо. Спасибо вам огромное, Александр Петрович. Сразу позвоню. Хорошо. Ну что, дамы, к сожалению, вынуждены вас покинуть. И только это спасает вас от поражения. Уходите. Никак не могу остаться. Важное дело. Приятно было познакомиться. До свидания. До свидания. До свидания. Давайте ешь ты пока теплый. Ну, рассказывай. Кто это? Посидители? На выход. Процедуры. Какой интересный мужчина. Явно к тебе неровно дышит. С чего ты взяла? Он женат. О, кому это мешало? Я же видела, как он на тебя смотрел. А, прекрати, Зоя. Хорошо. А ты чего такая на нерве? Леночке вон уже лучше. Устала. Да, вчера были занятия допоздна. Я теперь по утрам с Леной, а учеников пришлось на вечера перебросить. Еще фонды письма рассылала. Мы, кстати, в школе уже кое-что для Леночки собрали. На днях перечислено твой счет. Спасибо вам огромное. Ты знаешь, я боюсь загадывать, но очень надеюсь, что это все не понадобится. В каком смысле? Потом расскажу. Ольга? Здравствуйте. Здравствуйте. Олечка, я наверно пойду. Да. Спасибо, что пришла. Ну что же, все показатели у Лены сейчас очень хорошие. Даже лучше, чем я ожидал. Надо бы донора поскорее найти. Я просто не знаю, сколько у нас получится поддерживать ее в таком состоянии. Ольга, я только что получил результаты теста, к сожалению, должен вас расстроить. Я не отец Лены. Оля, вы слышите? Мой вам совет, Ольга Васильевна, поберегите нервы. Нам предстоит еще очень долгий путь. И потом, сколько там было рожениц? У нас целый список. Будем искать дальше. Давай, идите. Борис Данилович, здравствуйте. Мне сказали, что... Ольга, не очень же, я не отец Лены. Но я помогу вам. Скажите, пожалуйста, вы уже обращались в Международные банки доноров? Ну, к сожалению, не удалось собрать пока полную сумму. Ждем ответ от благотворительных организаций. Понятно. В общем, ничего ждать не нужно, я все оплачу. Готовьте данные девочке к отправке. Александр, спасибо вам большое. Не за что. Пока не за что. Александр Петрович, может, вам бутербродик сделать? А то все, работаете, работаете. Спасибо, Тамара Ильична, ничего не нужно. Ладно. Александр Петрович, я хотела вам сказать. Меня очень беспокоит Алиса. А что такое? Она здорова? Да, физически. Но с нервами, Александр Петрович, непорядок. В школу ходить не хочет. Тут устраивает истерики. Плакала целый день. Я спрашиваю, что такое, что случилось? Она молчит. Ничего не ела. Я приготовила ей любимую ее запеканку, она даже не притронулась. Но я не помню, когда такое было. Она у себя? Да. Я считаю, что у нее какой-то конфликт в школе. А вот Яна Владимировна считает, что она не ладит с репетиторшей, которую вы наняли. Ну, здесь я не знаю, не знаю, нет. Ладно, я разберусь. Спасибо. Если что, зовите меня. Хорошо. Алиса, тебя кто-то обидел? Нет. Что-то в школе? Ну, а что тогда? Может, это из-за математики? Все в порядке. Доченька, запомни, что бы ни случилось, это не стоит твоих слез. Если тебя кто-то обижает, ты мне только скажи, я сразу разберусь. Хорошо? Ну, а что это такое? Алиса, ты зачем это сделала? Это же рисунки мамы. Так, ладно. Прекращай свои капризы. Ложись спать. Завтра в школу. И занятий с Региной Андреевной больше не будете. Настя, я к папе. Да-да-да, это абсолютно бесплатно. Нет, не беспокойтесь, я пришлю за вами автомобиль. Да. Спасибо. До свидания. Папа. Не понял, а почему ты не в школе? Я встретил Регину Андреевну. Почему ты ее уволил? Настя, все хорошо. То есть, ты сейчас решил об этом поговорить? Да. Ну, потому что Регина Андреевна, мне кажется, плохо ладила с Алисой. Но ты же знаешь, что она добрая и всегда любила маму и нас. Это тебе Яна что-то наплела? Как ты мог ей поверить? Да ведь она сама и настроила Алису против нее. Успокойся, пожалуйста. Я понимаю, что Яна тебе не нравится. Но она заменила Алисе мать, и мне кажется, мы должны быть благодарными ей за это. Да что с тобой говорить? Роман, немедленно вернись в школу. Нина, я не понимаю, что даже по этой цене не берут? Не берут. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Сергеевич. Павел Григорьевич. Чем обязан? Нина, погуляйте немного и табличку на двери переверните. Хорошо. Знакомьтесь, моя коллега Ксения Валентиновна. Здравствуйте. Очень приятно. Поскольку был инцидент с продажей образцов продукции без деклараций, мы обязаны проверить все документы. Этим займется Ксения Валентиновна. Конечно. У нас все документы в порядке. Евгения Владимировна! Да-да. Проводите, пожалуйста, Ксению Валентиновну. Она из Роспотребнадзора. Хочет ознакомиться с декларациями о соответствии. Здравствуйте. Пройдемте со мной. Сюда, пожалуйста. Я думал, проверку отложили. Это все, что я мог сделать. Кроме того, вы не полностью со мной рассчитались. Вы все задекларировали? Да, я подал документы, но в реестр нас пока не внесли. Может быть, я помогу ускорить процесс? Сколько? Ну, набавьте к прошлой сумме 15%. Будет в самый раз. Ого. Что, с этим какие-то проблемы? Нет-нет, все хорошо. Это дополнительно к вашей задолженности. У вас две недели. Я вас понял. Бабуль, зачем ты столько приготовила? Верочку угостнешь? Вряд ли в детдоме их часто выпечкой балуют. А где она, кстати? Веру на операцию забрали. Да что ты. Ну, дай бог. Все у меня будет хорошо. Славная девочка. Только что мне с этим делать-то? Забирать домой. Хотя бы половину. И кормить маму. Ну, хорошо. Я еще сестричек угощу. Бабуль, а ты принесла диск, что я просила? Принесла. Проверила? Проверила. Только не заслуживает твой папа таких подарков. Ба, не надо. Ну, хорошо, хорошо. Отвезешь? Я договорилась с дядей Колей со склада. Он папе передаст. Вот его телефон. Ты где же ты телефон взяла? Мама посмотрела. Ну, ты иди тогда скорее. Правда, у нее сегодня спеть урок. Не успеешь вернуться к ее приходу. Не, ну а как же ты тут одна-то? Ба, я что маленькая, что ли? И потом, здесь полно врачей и медсестер. О, вот видишь, Александр Петрович пришел. Привет. Не помешал? Так, вы, наверное, бабушка Лены? Да. Здравствуйте, я Александр. Очень приятно, Ирина Геннадьевна. Очень приятно. Поезжай. Мне надо отъехать за полчасика. Да? Так вы не переживайте. Я могу посидеть с Леной, пока вы не вернетесь. Правда? Конечно. Ой, спасибо огромное. Я быстро. Давай. Пока. Я быстро. Я тебе кое-что привез. Помнишь, я тебе рассказывал, что моя жена работала учительницей, так же, как и твоя мама? И она написала свой учебник. Вот. Посмотри, думаю, тебе будет интересно. Там, правда, некоторые рисунки испорчены, но не страшно. Мне нравится. Я бы с удовольствием училась по такому учебнику. Вам надо издать это. Я посмотрю? Конечно. Я аккуратно. Да. Я же для тебя его привез. Ольга, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Вы были у Лены? Да, извините, что не предупредил вас. Ничего страшного. Я думаю, она была очень рада. Вроде да. Да, кстати, мы уже отправили с врачом данные Лены в иностранные банки доноров. Прекрасно. Я даже не знаю, как вас благодарить. Да что? Никак не нужно благодарить. Я рад, что могу хоть чем-то помочь. Но я все отдам. У меня сейчас есть подработка, и я откладываю. Оля, ничего не нужно отдавать. Александр. Правда, не нужно. Кстати, по поводу подработки. Моей дочери нужен репетитор по математике. Может, вы возьметесь? Да, конечно. Замечательно. Должен вас предупредить. У Алисы с предыдущим педагогом вышел какой-то конфликт. Я не знаю, почему она мне ничего не рассказывает. Может, я плохой отец, но мне не получается наладить с дочерью такой же контакт, как у вас. Вы на себя наговариваете. Вы прекрасно ладите с детьми. Я видела это собственными глазами. И Вера, и Лена от вас в восторге. Ну, а трудности, они бывают у всех. Это да. Алло. Да, получила. Значит так, я хочу знать, кто эта баба. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Хорошо. Осторожно. Спасибо. Ну, пойдемте. Истесняйтесь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Прошу. Проходите, пожалуйста. Вот здесь мы живем. Тамара Ильинична. Познакомьтесь, пожалуйста. Это наша помощница по дому, Тамара Ильинична. Это Ольга Васильевна. Очень приятно. Здравствуйте. Рома! Алиса! Вот, это Ромка, мой старший. Познакомься, это Ольга Васильевна. Здравствуйте. Здравствуй. А это наша Алиса. Алисонька, познакомься, пожалуйста. Это Ольга Васильевна, твой новый преподаватель по математике. Привет, Алиса. Здрасте. Ну, зачем мне учиться считать, решать эти задачи? Яна говорит, достаточно при себе иметь калькулятор, но он есть в каждом телефоне. Ну, хорошо. Давай тогда с тобой представим, что ты и две другие девочки участвуют в конкурсе. Приз, к примеру, какая-нибудь классная фотосессия знаменитым фотографам. Калькулятор у тебя есть, пожалуйста. Можешь им воспользоваться в любой момент. Итак, этот конкурс состоит из трех этапов. На каждом этапе можно получить от одного до десяти баллов. Оценивает конкурсанта к жюри, состоящее из пяти человек. А подсчитывает результаты программа. Но в программу заложена ошибка. Потому что папа одной из девочек договорился с программистом. А, так это папа Юльки Кулаковой. Она выиграла на конкурсе пение. Хотя вообще не умеет петь. Ну, я не знаю насчет Юльки, а вот папу этой девочки, к примеру, ее зовут Уля, мы с тобой выведем на чистую воду. Итак, после первого этапа, к примеру, песенного, жюри проголосовало следующим образом. Возьми ручку и начерти себе табличку. Так тебе будет удобно. Нет, я не понимаю. Почему ты ставишь меня перед фактом? Яна, что за претензии? Ты сказала, что педагог по математике Алисе не подходит. Я прислушался к твоему мнению и нанял другого педагога. Да вообще, где ты ее откопал? Ну, она же похожа на какую-то училку сельской школы. Знаешь, вот на кого она похожа, тебя вообще волновать не должно. Важно, что я ей доверяю и думаю, что она хорошо поладит с Алисой. А вот мне интересно, когда это ты начал ей доверять? Оставь этот тон, пожалуйста. И позволь мне решать, что лучше для моей дочери. Саша! Алло. Да, это я. Я просила узнать вас про эту женщину. Вы узнали? А за что я вам деньги плачу? Оля! Привет. Привет. Мне нужно с тобой поговорить. А мне нужно к Лене. Подожди. Пять минут, прошу. Оля. Олюшка. Я... Я... Я не знаю, с чего она... Я так виноват перед тобой. Я прошу, прости меня. Вадик, прекрати, что ты делаешь. Вы моя семья. Мне все равно, от кого Лена, она моя дочь. Вадик, встань, люди смотрят. Да пусть смотрят. Встанели, я уйду. Хорошо. Мне Лена передала диск с вашим поздравлением. Я... Я смотрел его и просто плакал. Я не могу без вас. Ты простишь меня? Я не готова это сейчас обсуждать. Но Лена, она тебя ждет. Спрашивает о тебе. Чего же мы стоим? Я ей гостиницу принес. Ладно, пойдем. А ты общалась с врачом? Что он говорит? Отстань, пожалуйста. Лена, смотри, кто к тебе пришел. Папа! Папа! Доченька! Как же я соскучился. Пойдем. Тут фруктов принес. Ленусь, ты прости своего папу. Столь глупостей натворил. А ты получил подарок? Да, это было самое лучшее поздравление в моей жизни. Никто, кроме моих любимых девочек, никогда меня так не поздравлял. Я рада, что тебе понравилось. Как хорошо, что ты пришел. Ну, как я мог не прийти? Как ты тут? Сейчас гораздо лучше. А скоро мне сделают пересадку, и я совсем поправлюсь. Сыграешь с нами в игру? Конечно. Я в твоем полном распоряжении. Так. И как в нее играть? На, бери. Смотри, так расставляй. И выбирай себе фишку. Вот у меня фрагмента. Кидаю кости и смотрим две карты. Настройка. Так. Берем, значит, три карты. Смотрим, что на них написано. Я дома. Али. Привет. Привет. А что за радость? У нас получилось. Что? Ты о чем? Я беременна. Да? Да. У нас будет ребенок. Это точно? Ну, если ты не веришь, я могу показать тебе снимки УЗИ. Да ну, кажется, ты совсем не рад. Нет. Да нет, что ты, я рад. Рад, конечно, рад. Просто врачи же, кажется, говорили, что нужно еще что-то дообследовать или… Эти врачи – перестраховщики. Ну, или просто денег хотят. А я так счастлива. Я так хотела малыша. Да, это просто замечательно. Это замечательно. Оля, а что это за спонсор, про которого ты говоришь? Один бизнесмен. Он давно занимается благотворительностью. Хорошо, что ты его нашла. Выглядишь измученной. Устала. Я готов подменять тебя в больнице и деньгами помогу. Правда, я дурак не послушал тебя с этим магазином. И теперь дела у меня не очень. Я слышал, к тебе мама приехала? Да, мама мне очень помогает. Ты можешь ее отпустить и, если хочешь, у нее сердце больное и вообще… Мама останется. Конечно. Как скажешь. Ты завтра приедешь? Понимаешь, тут такое дело… Я же от Жени ушел. Немой ты человек и вообще… Вадик, я понимаю, на что ты намекаешь. Но я так не могу. Ты нас вычеркнула в своей жизни, а теперь и хочешь, чтобы я тебя вот так вот просто простила. Нет. Конечно, я понимаю. Сложно будет заслужить твое прощение. Просто мне сейчас совершенно некуда идти. Может, пустишь к себе, а? Если не можешь, я пойму. Я вон на складе переночую. Денег на съемную квартиру у меня сейчас все равно нет. А когда появятся, я лучше тебе их отдам. На погашение кредита и лечение Леночки. Ладно. Зачем ночевать на складе? Поехали к нам. Нет, нет. Это моя семья и мой ребенок. Все, не звони мне больше. И все-таки я ему не верю. Предавший виножды сделает это еще раз. Мам, я за него замуж опять не собираюсь. Но если б ты видела, как ему обрадовалась Лена, а состояние Лены сейчас для меня самое важное. Ну стели. Тук-тук. Привет. 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 Это тебе. Тебе что-то нужно? Ром, ну не обязательно меня все время в чем-то подозревать. Мы же решили жить дружно. Так? Ну не мы, а ты. Тебе очень сложно понять. То истеришь, то вдруг мир тебе нужен. Ну прости, ну правда, у меня в последнее время скачет настроение. Наверное, беременность сказывается. Ты беременна? Поздравляю. Теперь отец от тебя точно никуда не денется. Рома, послушай. Вот мне сейчас очень важно, что ты скажешь. Вот как ты думаешь, Саша согласится вернуть старую математичку? Ты знаешь, мне перед женщиной до сих пор очень неудобно. Ну правда. А эта новая, она очень плохо влияет на Алису. Алиса в последнее время стала плохо спать и вообще вся какая-то на нервах. Слушай, ну мне нравится Регина Андреевна, но в этой новой я ничего плохого не заметил. Или тебе объяснить, что она молодая и красивая? Кто? Она красивая? Скажешь тоже, красивая. Ну хорошо. Если ты мне не веришь, ну спроси у Тамары Ильиничной. Она тебе объяснит, что в последнее время с Алисой потворится что-то неладное. Я пыталась с Сашей поговорить, но он даже слушать меня не хочет. Ну может быть ты ему скажешь, а? Я не знаю. Ну ладно. А пирог, кстати, очень вкусный. Даже я не удержалась. Хотя не люблю мучное. Попробуй. Тёща Тамара. Ой, Ромка. К усочничать пришел. У меня ничего не готово. Дождись обеда. Да не, я хотел спросить про Алиску. Как у нее настроение? Ты тоже заметил. С ней что-то не так. Бедная моя девочка, при отце вроде бы держится, а придет к себе в комнату и плачет. Я же все слышу. Вы серьезно? Да. А отец-то в курсе? Да, я сказала, по-хорошему. Ее бы надо врачу показать. Ну, Александр Петрович так занят в последнее время. А новая учительница? Как она с Алиской ладит? А по-моему, неплохо. Ладно, спасибо. Скоро обед. Хорошо. Алиске бы мама нормальная. Да и Ромке тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Алиса наверху! Ждет вас! Пойдемте! Дорогой, привет! Дима, привет! Как ты себя чувствуешь? Да ничего, нормально! Здравствуйте! Я пойду к Алисе? Да-да, конечно! Подождите! У меня к вам просьба! Пожалуйста, будьте поаккуратнее с Алисой! В последнее время она стала очень нервная! И я хочу заметить после того, как вы оказались в этом доме! Я? Смотри, дорогой, твой хваленный педагог даже не может заметить, что происходит с ребенком! Ян, ну что ты такое говоришь? Успокойся, пожалуйста! Я говорю очевидные вещи! Успокойся, пожалуйста! Мы разберемся, хорошо? Не обращайте внимания, у нее сейчас токсикоз и нервы не к черту! Извините, пожалуйста! У вас будет малыш? Да! Поздравляю! Спасибо! Я пойду? Да-да! Я решила! Угу, посмотрим! Так! Угу! Угу! Какая ты умница! Молодец! Мы обязательно расскажем про твои успехи папе! Угу! А знаешь что? Хочешь задачки еще посложнее? Да, тут придется поломать голову! Но если ты все решишь, я отведу тебя в политехнический музей! Там очень интересные экскурсии! Ромка раньше ходил туда, но меня с собой не брал! Не воплик! Черт! И вообще он меня дурочкой считает! Ну иногда может и пожалеть, но обычно меня обзывает! Знаешь, я думаю, у него просто очень колючий возраст! А на самом деле он тебя очень любит! Все равно обидно! Я понимаю! Но ты ему говорила, что тебя это задевает? Нет! Я обычно обзываю его в ответ! Ну вот видишь, и как он поймет, что ты чувствуешь на самом деле! Я просто не могу сдержаться, когда он так себя ведет! Значит, нужно тренироваться! Попробуй с ним не разговаривать какое-то время! Ладно, малыш, давай, целую! Ложись спать! Давай, пока! Привет! Привет! А мама? Спит! Ты чего-то сегодня поздно! Занималась с Алисой, дочкой Александра! Александр это благотворитель? Слушай, а он на тебя часом не запал? Вадик! Ну ведь ты на него! Иначе зачем в такую даль ездить? Вместо того, чтобы дочкой заниматься! А ты считаешь, я мало занимаюсь своей дочкой? Все, что я делаю, я делаю для нее! Ладно, не заводись! Я не это имел в виду! Алисе нужен был репетитор! Это хоть какой-то способ отблагодарить Александра за его помощь! И потом... Хотя анализ не подтвердил родства между Александром и Леной... Но Алиса не кажется мне чужой! Я не знаю, это сложно объяснить! Подожди! То есть... Ты думаешь, что она может быть нашей? Может быть! И... 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 Да, Свет, ну все, я уже лечу. Давай. Яна Владимировна! Вы что здесь делаете? Вы не брали трубку, вот я и приехал. За вами Должок. Я не брала трубку, потому что нам больше не о чем говорить. Был уговор, что вы возвращаетесь к жене и делаете все, чтобы она забыла дорогу в этот дом. Вместо этого она продолжает здесь регулярно околачиваться. Поэтому я вам больше ничего не должна. Тогда я пойду к вашему муженьку. Расскажу, как вы одурачили его. Что? Моя Оленка, она ведь дочка вашего мужа. Я прав? Из чего вы это? Значит, я прав. А у вас дома, стало быть, живет моя кровная дочь. И вы надеялись отделаться от меня теми копейками, которые пообещали? Ну ты и сволочь. Это только твои нагадки. Это нетрудно проверить. Могу намекнуть жене, что неплохо бы пересдать анализ. Но если ты будешь благоразумна, я сделаю все, чтобы подобная мысль не пришла ей в голову. Сколько ты хочешь? Ну, столько у тебя с собой навряд ли есть. Но мы можем прокатиться до ближайшего банка. Рома, ну пойдем играть в прятки. Алис, ну какие прятки? Ты же уже большая. Ну и что? Пойдем. Рома, ну давай, пойдем. Ну ладно, ладно. Давай, считай до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемь. Я тебя вижу. Ух ты. Откуда он взялся? Я не знаю. Он сам к нам прибежал. Похож на маминого ушастика. Слушай, только не говори Яне. Ему ведь нужен дом. Ладно, не скажу. Он, наверное, голодный. Будь здесь. Пойду чего-нибудь принесу. Я буду звать Малыш. Запомнил. Малыш. Только он не думает. Женька, ты с ума сошла? Нас могут увидеть. Я так соскучилась, я больше не могу. Мне к Ленке надо зайти. Женька. Ладно, Лариса, поехали. Вадь, телефон. Жень, принеси, пожалуйста. О, тихо. Да, дочь. Привет. Пап, почему ты не приехал? Да, понимаешь, у меня тут на работе полный завал. Нужно здесь быть. Пап, отставляешь? Вера умерла. Кто такая Вера? Девочка, которая лежала со мной в палате. Ленусь, ну давай уже, успокаивайся. Девочек, конечно, жалко, но тебе сейчас в твоем состоянии нельзя нервничать. Пап, приезжай ко мне. Прости, я сейчас никак не могу. Но я тебе обещаю, скоро я обязательно приеду. Давай, пока, целую. Так что, Ленка дочь богатея? Да, представляешь. Это хорошо. Значит, у нее есть шанс поправиться. С деньгами все проще. Теперь главное, придумать, как с этого заработать нам. Нам? Привет, красавица. А я тебе витаминчиков принес. Лена? Лен. Лена! Ты меня слышишь? Господи, что с тобой? Сестра! Сестра, скорее сюда! Скорее сюда! Там девочке плохо. Спасибо. Спасибо. Не пугай нас так больше, пожалуйста. Верочке ты этим уже не поможешь. Знаешь, как я поступаю в таких случаях? Я говорю себе, я подумаю об этом, потом. И просто силой заставляю себя думать о чем-нибудь другом. Хорошо. Я постараюсь. Вот и молодец. Вы побудете с ней до прихода кого-нибудь из родных? Да, конечно. Понимаете, так иногда, к сожалению, бывает. В какие-то минуты пациент бодр и весел, а в какие-то очень слаб. Тем более на фоне такого эмоционального потрясения. Так что одну я бы и сейчас не оставлял. Да, я понимаю. Спасибо вам. Ну, все в порядке. Лен, мне тоже очень жаль Веру. Ну, мне кажется, сейчас очень важно подумать о маме. Она все для тебя делает. Да, я знаю. Простите. Да, ну что ты, ты не должна извиняться. Ты же ни в чем не виновата. Просто нужно держаться, нужно собраться и выздороветь как можно поскорее. Хотя бы ради мамы. Она тебя очень любит. Сумма, мама. Поехали. Надо поговорить. Давай, поговорим. В детское время пропадаешь. Так что значит, где пропадали? На работе. А потом, что за то? Ты в курсе, что у Алисы серьезные проблемы с нервами? Что она постоянно ревет по ночам, а тебе все равно? Вместо того, чтобы решить проблему, ты найдешь какую-то новую математичку, которая дает ей странные советы. Мама бы такого не допустила. Рома, не горячись. Я тоже думаю обо всем этом. Вот как раз сейчас я нашел психолога. Для Алисы. Приличного. Первому попавшемуся же не пойдешь. И потом, мне тоже очень не хватает мамы. И я понимаю, что не справляюсь-то, как справилась бы она. Но я буду стараться. Правда? Ладно. Не пойду. Давай. Алло. Ольга, здравствуйте. Простите, что так поздно звоню. Да, мне не очень удобно об этом говорить, но занятие с Алисой, наверное, придется прервать. Нет-нет, с вами все в порядке. Нет, просто у нас в доме напряженная обстановка, и я думаю, что так будет правильнее. Да, войдите. Борис Данилович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Можно? Я с мамой, ничего. Ничего страшного, проходите, садитесь. Ольга Васильевна, пришли анализы родителей, уехавших за границу, они не подходят. Поиски в международном банке тоже задерживаются, а девочке все хуже. Нужно начинать курс химиотерапии. Ничего-ничего, просто надо. Если вы согласны, подпишите. Давай, кушай, малыш. Молодец. Это что такое? Это... Яночка. Он тут... Мне папа разрешил. Вот уж не ври мне. Папа не мог такого разрешить. Убери его отсюда немедленно. Но он же маленький. Куда он пойдет? Меня это не волнует. Я сколько раз говорила, что в этом доме никогда не будет собак. Лучше меня не зли, иначе я все расскажу отцу и пойдешь жить к своей настоящей матери. Ты этого хочешь? Нет, он останется. Я сказала, дай сюда. Дай. Малыш! 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 Верни его! Что происходит? А вы кто, собственно? Вообще-то я хозяин этого магазина. Ага. Конфискация товара для проверки. И на каком основании? Он и ваша сотрудница, распоряжение. Возьмите, почитаю. У нас весь товар задекларирован. Ну, значит, не о чем беспокоиться. Проверим и заберете все обратно. Я ничего не понимаю. Я же с ними договорился. Алиса, доченька, а что с тобой? Что-то случилось? Ничего. А где Ольга Васильевна? Она сегодня не придет. А когда? Ты знаешь, наверное, придется сделать паузу в занятиях. Алиса, нам с тобой нужно съездить кое-куда. Я не хочу никуда ехать. Ну, конечно, она поедет. Правда, милая? Алиса! Что? Ну, ты же не хочешь расстраивать нас с папой? М? Да, конечно. Ну, вот и хорошо. Ты сейчас пойдешь оденешься и поедешь. Мг? Ну, вот и молодец. Не верет? Побежала к девице, вот увидишь. Опять ли начинаешь? Ведь знала, что ему нельзя верить. Он же тебе дочь в гробе. Ты что, не видишь? Мам, дело не в Вадиме, а в том, что у нас нет донора. Я тебя очень прошу, мы сейчас идем к Лене. Успокойся, пожалуйста. Ну, ладно, ладно. Так, ну, что тут у нас? Хорошо. Можно я посмотрю? А где же твой папа? Может, ты нарисуешь папу? Я лучше дома нарисую, я устала. Да-да, конечно. А можно я задам тебе несколько вопросов? Мы всех участников выставки спрашиваем. Зачем папа меня сюда привез? Не надо отдавать это на выставку. Ну, если ты хочешь, ты можешь дома нарисовать новый рисунок и передать через папу. Только не отказывай мне, пожалуйста. Иначе выставка не состоится. Ладно. Я буду задавать вопросы быстро. А ты сразу отвечай, хорошо? Так интереснее. Готова? Да. Сколько тебе лет? Десять. Если бы ты могла стать птицей или животным, кем бы ты хотела стать? Собакой. Нет. Никем. Где ты мечтаешь жить? Дома. У тебя есть друг? Как его зовут? Никак. Ну, назови хоть кого-нибудь. Ольга Васильевна. Ольга Васильевна. Ты хочешь братика или сестренку? Мне все равно. Вот и все. Ты молодец. Я отойду на минутку. А ты пока посмотри рисунки других ребят. Ну, что я могу вам сказать? У девочки депрессия. Ну, вот как? Такое ощущение, что она пережила сильное эмоциональное потрясение. У вас что-то случилось дома? Да нет, дома все в порядке. Бывают какие-то мелкие стычки со старшим братом, но никаких конфликтов не было. Я предлагаю вам поводить Алису на терапию. Ну, как минимум один раз в неделю, а лучше два. Ну, хорошо. Хорошо, если вы считаете, что это необходимо, то, конечно. И я бы посоветовала вам, как можно больше времени проводить с дочерью. И постараться быть с ней предельно откровенным. Для того, чтобы вновь завоевать ее доверие. А что вы имеете в виду под откровенностью? Ну, постарайтесь с ней поговорить о том, что вас тревожит. И, может быть, она ответит вам тем же. О своих проблемах говорить с десятилетним ребенком? По-моему, это какой-то странный совет. Вообще, мне кажется, вы несколько преувеличиваете. Алиса, ты зачем это сделал? Милая, что случилось? Простите, я не знаю, что на меня нашло. Я испортила вашу выставку. Не переживай, это же только черновики. Все ребята дома сделают новые рисунки, как и ты, да? Мам, а химиотерапия, это больно? Нет. Доктор сказал, нет. Мам, ну ты не волнуйся, все будет хорошо. Какая же ты у меня умница. Я тебя люблю. А я тебя очень-очень люблю. Мам, а когда папа приедет? У папы разряжен телефон, я не могу до него дозвониться, поэтому он пока ничего не знает. Понятно. А Александр Петрович, он придет? Думаю, нет. Ну, ему же тоже своя семья, жена, дочка. Передавай ему привет от меня. Он очень хороший человек. Да. Повезло ему дочке. Ну, ничего, нам с тобой тоже обязательно повезет. Правда? Угу. Иди ко мне. Ну что, Алис, может съездим куда-нибудь? Погуляем? Куда ты хочешь? В политехнический музей. Почему именно в политехнический музей? Ну, меня туда Ольга Васильевна обещала свозить. Ольга Васильевна? Надо же, а я думал, она тебе не нравится. Нет, она мне понравилась. Ты ее уволил? Нет. Нет, что ты, конечно, нет. Просто, ну, у нее сейчас проблема. У Ольги Васильевны есть дочь, Лена. А она твоя ровесница. И она сейчас очень больна. Ей нужен донор, здоровый человек, клеточки которого могут ей подойти. Понимаешь, и этого донора найти пока никак не удается. Почему? Она что, умрет? Нет. Нет, конечно, нет. Не думай так. Нет. Просто донора найти сложно. А родственников у Лены нет. Ну, из тех, кто мог бы ей подойти. Там, понимаешь, как вышло, когда она родилась, ее перепутали с другим ребенком. Ну, и получается, что Оля, Оля, ну, Ольга Васильевна не родная мама, Лена. И она сейчас ищет настоящих родителей, чтобы спасти ее. Значит, ее перепутали? Да, представляешь, как бывает. Эй, ты чего? Ты чего, ну, солнышко, ну, не расстраивайся, пожалуйста. Ее обязательно вылечат. Слышишь? Все, успокойся. Все хорошо. Зачем я тебе это рассказал? Зачем я тебе это рассказал? Небо, пусть солнце засияет вновь. Небо, и озарит весь мир любовь. Небо, сохрани. Небо, сбереги. Алиса! Алис! Эй! Что случилось? Ничего. Из-за щенка, что ли? Он убежал? Я заходил, его нет. Да он не убежал. Это она его. И тоже из-за меня. Ничего не понимаю. Она это кто? Яна? И что значит тоже? Я не хочу об этом говорить. Уходи. Я не подумаю никуда уходить, пока ты мне все не расскажешь. Если я тебе расскажу, ты перестанешь со мной разговаривать. Я не твоя сестра. Что ты такое говоришь? Да это я. Я бы просила Яну поменять анализы. Чтобы папа не узнал, что другая девочка его дочь. Не отдал меня чужим людям. Я тогда не знала про дочку Ольги Васильевны. Она такая хорошая. А что окажется, если она моя мама, а ее дочь папина? И она умрет из-за меня. Как малыш. Бедный малыш. Она его выкинула. Так. Давай еще раз. И поспокойней. С анализов. Кто и что поменял. Все, Ян, я погнал на работу. Ничего не забыл? О, часы, как всегда. Пойдем, пойдем, пойдем. О, детки, доброе утро. А что случилось? Алиса, ты плакала? В чем дело? Так, я не поняла, это что, из-за собаки? Ну, мы же договорились. Какой собаки? Олег, ну ты же знаешь, что у меня аллергия. А сейчас, во время беременности, она дико обострилась. А они притащили какого-то блохастого пса. Это не про собаку. Это про то, как ты подменила анализы отца. Что за бред? Помолчи. Продолжайте. Давай. Ты сможешь. Все будет хорошо. Алиса. Папочка, прости меня. Это я попросила Яну подменить анализы. Чтобы ты не узнал, что другая девочка твоя дочь. Что? Господи. Ну хватит нести всю эту чушь. Нет, ну надо же, какая богатая фантазия, а? Замолчи. Да, Саша. Пожалуйста. Господи. Ой. Может, мне уже плохо. Несу такую чушь, вообще ничего не понимаю. Какой-то бред. Алиса, ты знала, что я сдавал анализы на родство с другой девочкой? Это дочь Ольги Васильевны, да? Да. Сонышко мое. Бедная моя, бедная. Ты меня не бросишь? Да что ты, Алисонька. Что ты? Ты же моя любимая девочка. Конечно, я тебя не брошу. А где девочка? Лена, которая здесь лежала, что с ней? Ее на химиотерапию перевели. Стерильный бокс. Соседнее отделение. Хорошо, спасибо. Куда вы? Вас все равно туда не пустят. Мужчина, вам сюда нельзя. Простите, очень надо. Оля! Все в порядке, Нина Васильевна? Ольга. Я отец Лены. Подождите, что вы такое говорите? Я ее отец. Анализы, их просто перепутать. Я так и знала. Это точно? Абсолютно. Ну, как их могли перепутать? Ну, это сейчас неважно. В общем так, мой Ромка, мой сын, он сейчас здесь. Так получается, что он родной брат Лены. И он хочет провериться на совместимость. Если он подойдет, может ли он быть донором? Потому что они с Леной по документам не родственники. С этим мы как-нибудь разберемся. Так, вам надо срочно в лабораторию сдать анализы. Это Оля знает, где это проводят. А мне нужно сказать, чтобы Федоровой пока ничего не вводили. Поторопитесь. Да, хорошо, спасибо. Так, ну и еще. Алиса тоже здесь. И она все знает. Я не мог этого даже предположить. В этой клинике наша семья наблюдается много лет. И, конечно, от Яны я такого не ожидал. Ну, как же так? Она сама скоро станет матерью. Так рисковать жизнью одного ребенка и психологическим состоянием другого. Простите, это не мое дело. Да теперь выходит, что и ваше. Здравствуйте. Привет, Ром. Спасибо тебе большое. Да, подождите, пока не за что благодарить. Ромка, пойдем в лабораторию, нас там ждут. Привет. Пойдем? Пойдем в лабораторию. Пойдем в лабораторию. Свет, спишь? Обещала перезвонить. Домой дома не ночуют, прикинь? И сопляков своих забрал в городскую квартиру. Ну что значит предупреждала? Да. Прости, Свет, скажи, а у тебя есть хороший врач? Не можешь сейчас говорить? На Мальдивы улетаешь. Ну понятно. Ну ладно. Давай, пока. Тоже мне подруга называется. Сейчас я освобожусь, подойду к вам. Это Родионова. У меня очень хорошие новости. Рома подходит в качестве донора. Только подготовку нужно начинать прямо сейчас. Так что, Рома, мы с тобой отправляемся в стационар. Ром, спасибо тебе огромное. Ну что, я, это же моя сестра получается. А я так к вам сразу отнесся. Ничего. Ты настоящий герой. Да, парень, ты молодец. И вам, Александр, мы очень благодарны. Ну все, пойдем. Вам, кстати, тоже нужно подойти и подписать кое-какие документы. Хорошо. Я сейчас. Я с Алисой приехал. Она там на улице. Погоньте с ней, пока я все увожу. Конечно, с удовольствием. Наконец-то с дочкой познакомились. Пойдем. Ну что, можем идти? Да, конечно, я вас провожу. Ты в порядке? Вроде. Да, не страшно. Алиса! Оля! Привет, моя хорошая. То есть я хотела сказать маму? Ничего страшного. Говори, как тебе удобно. Это Вадик. Познакомься. Какая же у меня красавица дочка. Получается, я твой папа. Ну что, обнимемся? Вадик, сбавь обороты. Нам всем нужно привыкнуть к этой ситуации. Да? Но мы обязательно подружимся, правда? Конечно, подружимся. Мы с моей Ленкой вообще лучшие друзья. Неужели я со своей кровной дочкой не положу? Мы с Ленкой все делаем вместе. Гуляем вместе, в кино ходим вместе. Мы маме помогаем, и то вместе. Сама собрала быки. Красивый. Да, слушаю. Да, спасибо. Сейчас подъеду. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Не подскажете, как мне найти Андрея Семеновича? Александр Петрович, простите. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Семенович. Я вас ждал. Прошу вас, проходите. Хорошо. Как я вам уже и говорил, администратора, выдавшего поддельный бланк, ищут. Но в полицию мы пока не обращались. Понимаете, тут довольно деликатное дело. Скорее всего, выдачу поддельных анализов инициировала ваша супруга. И когда этого Максима поймают, если дело дойдет до суда, наверняка он будет валить все на нее. Будет громкий скандал, шумиха в прессе. Поэтому я решил дождаться вашего согласия, прежде чем обращаться в полицию. Да, вы правы. Лучше обойтись без полиции. Но мне бы хотелось, чтобы ваш сотрудник был наказан. Ну что вы, про это даже не беспокойтесь. На этого парня и раньше были жалобы. Я обещаю вам, что легким испугом он просто не отделается. Хорошо. Еще один момент. Покажите мне, пожалуйста, результаты последних анализов и УЗИ моей жены. Да, конечно. Александр Петрович, а разве она писала на нас доверенность? Дело в том, что мы очень заботимся о конфиденциальности наших клиентов. Я понимаю. Покажите. Исключительно только для вас. Конечно. Выпрыгивай. Пап, а Рома в больнице надолго останется? Пока, до завтра. Беги в дом. Субтитры подогнал «Симон»! Поехали! Саша, ты пришёл, а я ж тут плохо себя чувствую. Интересно, от чего? Ну, как ты, от чего? Вообще-то я только что чуть не потеряла ребёнка. Да что ты. У тебя нет и не было никакого ребёнка. Вот настоящие анализы. И я подаю на развод. Подожди, Саша, я тебе сейчас всё объясню. Да не надо ничего объяснять. Хватит. Всё, вот здесь уже. Побрякушки, которые я тебе дарил, можешь забрать и убирайся отсюда. Твои вещи соберут и сообщат, когда за ними заехать. Саша, подожди, послушай, пожалуйста, выслушай. Просто я тебя очень сильно люблю. Я очень боялась тебя потерять, поэтому я тебе врала. Ну, прости. Про любовь даже не заикайся. А твоя ложь чуть не стоила жизни ребёнку, моему ребёнку. Чтоб я тебя больше здесь не видел, поняла? Саша, Саша, послушай, Саша, подожди! Саша! 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 Ну хорошо. Не переживайте. Проходите, пожалуйста. Алисонька, иди сюда, к тебе гость пришёл. Какой гость? Ну, иди, иди посмотри. Он ждёт тебя. Иди, иди. Там он, ждёт. Малыш, ты вернулся. Ты вернулся. Он вернулся. Мой любимый. Как я по тебе соскучилась. Малыш. А где мама? Ей кто-то позвонил, она отошла, сейчас вернётся, наверное. Ну, как, Лена? Девочка моя такая маленькая, а уже столько пережила. Господи, хоть бы всё это прошло и забылось, как страшный сон. Как ваша жена себя чувствует? Она, конечно, виновата, но ребёнок... Нет никакого ребёнка. Как так? Что-то случилось? Нет и никогда не было. Простите меня, пожалуйста, я бестактно лезу в вашу жизнь. Мам и так плохо. Да нет, ничего. Если подумать, я даже рад, что так всё сложилось. Теперь могу с детьми начать всё сначала. Попытаться создать для них нормальную семью. Ну, вот и Ирина Геннадьевна. Олечка, ну как она? Всё в порядке. Не переживай. Я, правда, её через стекло видела. Всё хорошо. Ну, слава богу. А мне твоя зоечка позвонила. Побоялась тебя потревожить. Что-то я так перенервничала. Вам нехорошо. Может, давайте я вас домой отвезу? Мам, правда, тебе нужно отдохнуть. Нормально, уже лучше. Тем более, вы меня с Алисей хотели познакомить. Ну, раз хотели, значит, познакомим. Поехали. Поехали. Алисонька, иди быстрее сюда. Смотри, кто приехал. Оля, папа! Привет, доченька. Прошу. Привет, моя хорошая. Алисочка, познакомься. Это Ирина Геннадьевна. Моя мама. Твоя бабушка. Здравствуйте. Здравствуй, моя солнышко. Какая красивая девочка. Ну что, идёмте в дом. Папа, малыш вернулся. Какой малыш? Ну, тот щенок, который убежал. Да ты что? Правда, покажешь, где он? Пойдёмте. Идём. Надо же. А что за щенок-то? Ой, целая история. Расскажу как-нибудь. Да, Ленка, конечно, молодец. Хотя не моя дочь, но сильная. В меня. Повезло ей. Сразу и донор нашёлся, и богатая родня. Надо придумать, как развести её папашку. Это хороший шанс, чтобы поправить наши дела. Ты думаешь, он даст тебе деньги? С какой стати? На лекарства для дочки он точно не поскупится? Да, он будет покупать лекарства, одежду. Может, и деньги давать, но Оле, а не тебе. К тому же, он воспитывал твою дочку. Так что он точно тебе ничего не должен. Ладно. Придумаю чего-нибудь. Да не взбивай свою хорошенькую голову всем этим. А тебе понравилась другая девочка? Алиса? Мне плевать на всех девочек. Кроме тебя. Тамара, почему мои вещи на улице? Яна Владимировна, дайте мне пройти, пожалуйста. Тамара, вот я как, по-твоему, должна всё это вывозить? Я что, грузчик, что ли? Александр Петрович запретил мне с вами разговаривать. Ой-ой-ой-ой, какие мы все важны. Яночка Владимировна то, Яночка Владимировна сё, а теперь вот так мы разговариваем, да? Да, вот так, да. Значит, пусти меня в дом. Мне нужно посмотреть, всё ли ты собрала. Александр Петрович запретил вас пускать вот в этот дом. Между прочим, вы должны были приехать завтра, когда Александр Петрович будет дома. Так что скажите спасибо, что я ваши вот эти вот вещички собрала. Значит, Тамара, я тебя прошу по-хорошему, пусти меня в дом. А я прошу вас по-хорошему, покиньте вот эту вот территорию, или я позову охрану. Ах, вот так, да? Вот так, да. Кадина, а. Черт, 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 черт. Не понимаю, вот как я должна это всё собирать? Привет, красавица. А ты чего припёрся? Что, хочешь состричь бабла с Алика, да? Твой муж? Или, правильнее сказать, твой бывший муж? Теперь поможет мне расплатиться со всеми долгами. Ведь я так долго заботился о его родной дочурке. Значит, слушай сюда, если тебе удастся состричь бабок с Сашей, ты мне должен пятьдесят процентов, понял? А ты не оборзела, дорогуша? Иначе я расскажу твоей жёнышке, что ты помирился с ней за деньги, понял? Ну ты и стерва. Да. А ещё меня сволочью называла. Да. Тридцать процентов. Сорок. А лицо трещинками не пойдёт? Я сказала, сорок! Ну что, сынок, как самочувствие? Да всё нормально. Правда, спину немного тянет. Сказали пить обезболивающее, и что скоро пройдёт. Давай, суперюкзак помогу. Папа. Давай, давай. Здравствуйте. Привет, Рома. Рада, что тебя выписали. А как, Лена? Ничего. Говорят, состояние стабильное. Отлично. Ну что, мы едем? Рома! У тебя? Сейчас. Раступь, детки. Прошу. Проходите. Здравствуйте. Ромочка, как ты себя чувствуешь? У нас всё в порядке. Спасибо. Ольга Васильевна, ваш супруг уже здесь. Рома, ты тогда иди к себе, отдыхай. Тамара Ильинична принесёт тебе перекусить. Да. А нам с Ольгой и Вадимом надо поговорить. Можно плащик? Спасибо. Кофе принести? Да, спасибо. Прошу. Приветствую. Ну что, присядем, обсудим? Вообще-то, мне кажется, этот разговор немного преждевременный. Нужно дождаться, когда Лена полностью восстановится, чтобы дети могли участвовать в обсуждении. Я согласен. Но сейчас мы, по крайней мере, уже можем сказать спасибо Александру за всю вашу помощь. Это разумеется. Саша, ещё раз огромное вам спасибо за всё. Вы с Леной нам во всём помогли и всё это время так хорошо заботились о нашей с Олей кровной дочери. Наша семья вам очень признательна. И теперь мы готовы помогать вам со всеми детьми. Правда, любимая? Это каким же образом, интересно? Ну, у меня не такой успешный бизнес, как у вас. Но все заработанные деньги я готов тратить на семью и детей. И ещё, я думаю, девочкам было бы полезно какое-то время проводить у нас. Всё-таки у нас полная семья, конфликты в прошлом. Поэтому девочкам было бы полезно находиться в семье, где все друг друга любят. Кстати, врач посоветовал санаторий, куда хорошо было бы отправить Лену после больницы. С мамой, конечно. Ты разговаривал с врачом? Да, сегодня заезжал. Я и в сам санаторий уже позвонил. Санаторий «Радуга», а вот их расценки. Ещё было бы неплохо сделать ремонт в комнате Лены к её выписке. Ну, чтобы не дышало пылью после больницы. Я уже всё посчитал и завтра поеду в банк брать кредит. Фатик, опять кредит? Олешка, не переживай. Я оформлю его на себя. Причём возьму с запасом, чтобы досрочно погасить твой. Не нужно никаких кредитов. Я всё оплачу. Вообще-то я не к этому всё это говорил. Просто был немного не готов к двум дочерям. Ну, раз уж так получилось, я хотел бы нести ответственность за них наравне с вами. Ну, тем более берегите деньги и не дарите их банкам. Ромка! Привет. Ну, как вы тут? Нормально. Только вот Вадим приехал, такой противный. Вадим приехал, потому что они с Ольгой должны пообщаться с папой. Да. Про меня и Лену. Послушай, папа тебе никогда не отдаст. И Ольга плохого не сделает. Я просто боюсь, что я Лене не понравлюсь. И она не захочет делиться со мной мамой. Да брось ты. О такой сестре, как ты, можно только мечтать. Ты самый лучший брат! Ну всё, Заяц. Не скучай, я скоро приеду. Угу. Пап, а можно мне вперёд? Давай, только пристегнись. Ага. Ладно, поехали мы, если что, на связи. Хорошо, Вадик, аккуратнее, пожалуйста. Не забудьте про уколы. Да-да. Саша, спасибо, что приехали. Ну а как же, я не мог не приехать. Мы Лене пока ещё ничего не говорили. Да и правильно. Я тоже считаю, что ей сначала нужно восстановиться, а потом уже скажем. Единственное, мне бы, конечно, было бы спокойнее, если бы в этот санаторий с ней поехали вы. Да, я понимаю. Но дело в том, что мы хотим сейчас сделать ремонт в комнате дочки. Мне нужно встретиться с мастером. А потом я обязательно сменю Вадима. И Лена хотела поехать именно с ним. Вы зря переживаете. Ну, будем надеяться. Да, кстати. Вот это подтверждение брони. Ещё раз огромное спасибо вам за помощь. Да перестаньте уже меня благодарить. Это же и моя дочь тоже. Кстати, Алиса очень скучает по вам. Может, заедите к нам как-нибудь? Я тоже очень скучаю по Олесе. Да, конечно, я заеду. Сегодня. Спасибо. Как ты на сайте это по-другому выглядела? Я вообще не верю этим фоткам с сайта. Сплошное враньё. Главное, что на воздухе. Будем гулять, подлечиваться. Просто отдыхать. Ну вот, такой номер. Я так рада, что меня наконец выписали. Чем займёмся? Мне сейчас нужно медсестру найти. Ну и всякие вопросы администрации порешать. А ты отдыхай. Может, вместе пойдём? Я себя уже нормально чувствую. Не надо. Мы столько добирались, ты устала. Ложись, отдыхай, я скоро вернусь. И никуда без меня не уходи. Да, Павел Григорьевич. Я вам только что всё перевёл, как договаривались. Что? Подождите, я думал, это окончательная сумма. Это ж грабёж. Да, я вас понял. И вам хорошего дня. Солныч, как бы раскрутиться дал. Спасибо. Привет. Привет. Ты не в духе? Что ты с девочкой? А всё с ней в порядке. Здоровее многих. Я боюсь, она нас выдаст. Всё-таки мелко ещё. Переживай, я с ней договорюсь. Она меня обожает. Сделает всё, как я скажу. Спасибо. Приятно. Спасибо, что заехал. Да не за что. Я бы тебя каждый день возил. Скучаю. Как учёба? Да нормально. Нормально? Мне твоя классная звонила, жаловалась. Я ей, конечно, наплёл, прослуженный восстановительный период. Всё такое. Ну, стоит ей заглянуть в интернет, чтобы понять, что к чему. Да ладно тебе, пап. Ты же ведь не сердишься. Что? Влюбился, сыночек, да? Очень смешно. Тюрился? Ты на себя-то посмотри. А чё мне на себя смотреть? Ты ведь сам тюрюся в Ольгу. Да ладно, перестань глупости говорить. Глупости? Я вот не понимаю, как она живёт с этим противным мужиком. Ну, Вадим отец нашей Алиски. Так что, хочешь не хочешь, а придётся время от времени с ним контактировать. Так что, лучше привыкать потихоньку. А почему он, собственно, тебе не нравится? Ты же с ним не общался почти. Если честно, то я подслушал ваш разговор тогда, ещё после операции. Но, походу, только я понял, что Вадим разыгрывает своё благородство. Подожди, что значит, ты подслушал? Весь разговор? Ну, да. Как тебе это удалось? Очень интересно. У меня там камера была. Камера у тебя-то была? Да. А где у тебя ещё камера? Ну, и ещё в паре мест. Ну, ты нормальный. Долго ты так шпионишь? Я не шпионю я. Я просто напрягся, когда Алиска вся психованная была. Вот и решил как-то выяснить, кто её доводит. Да, нет, ну, цель, конечно, благородная. Ну, давай так. Поскольку теперь всё в порядке, ты эти свои камеры, прослушки, что-то на тебя убирай. Договорились? Да я и сам хотел. Хорошо. Пристегнись. А ты? Не умничай. А вот и я. Это не санаторий. Тут есть только баня и бильярд. Зачем мы сюда приехали? Мы что, уманули маму? Да, Ленок, ты права. Это обычный пенсионат. И да. Я обманул маму и этого спонсора. Пойми, стоимость нескольких дней в санатории спасут меня. Мне сейчас очень нужны деньги. Я должен раскрутить свой магазин, чтобы не зависеть больше от чужого дяди. Я это делаю ради тебя и мамы. Не сердись. Я тебе привёз медсестру. Она всё умеет. Будет тебе делать уколы и всё остальное. Вот увидишь, тебе здесь понравится. А маме мы всё объясним. Только не сейчас, ладно? Мама. Привет, мам. Устроились? Да, всё хорошо. Не волнуйся. Да, я тоже тебя целую, родная. Пока. Простите, вам ещё долго? Я почти закончил. А то мне по делам надо отъехать. Хорошо. Вадик, подожди. Дай разобраться. Я очень боюсь что-то напутать. Я ведь не медик. Вдруг ей станет хуже. Что мы делать будем? Да брось ты, Ленка. Идёт на поправку. Я же говорил. Вообще, хватит о ней. Я соскучился. Ну, Вадик, подожди. И вообще, я подумал, раз уж у нас появился новый источник доходов, может, мы заведём своего ребёнка? Правда? Конечно. Иди сюда. Иди, иди ко мне. Иди ко мне. Ромка, пойдёшь с малышом гулять, а то он просится. Слушай, погуляй сама. Мне надо кое-что удалить. Я попозже подойду. Давайте ваш плащик, Ольга Васильевна. Спасибо. Оля, Оля, привет! Алиса, ну ты человека с ног собьёшь. Привет, моя хорошая. А ты пойдёшь со мной с малышом гулять? Конечно, погуляем и поиграем. Я по тебе очень соскучилась. Алиса, иди погуляй сама. Ольга Васильевна, пойдёмте. Мне надо вам кое-что показать. Вот запись одной из камер. Алиса, слушай сюда, если тебе удастся состричь бабок с Сашей, то ты мне должен пятьдесят процентов. Ну ты не оборзел, дорогуша. Иначе я расскажу твоей жёночке, что ты помирился с ней за деньги. Понял? Ну ты и стерва. Да. А ещё меня, сволочи, называли. Да. Да что ж такое происходит? Куда ж они все делись? Я разговаривала с Леной пару часов назад. Давайте отцу позвоним. Да, давай. Папа, привет. У нас тут, да, да, Ольга Васильевна здесь. У неё просто телефон был занят. Пап, у нас проблема. Я не понимаю, почему она вам не сказала? Я не знаю. Может быть, Вадим ей что-то наплёл. Оля, вы помните адрес этой девицы, с которой он жил? Нет. Хорошо. Подумайте, куда он её мог отвезти? Пап, в СМС об оплате у Ольги Васильевны значит, что пансионат «Солнышко», а не «Радуга». Так. Вот, смотри. Их всего три с таким же названием. Молодец, сынок. Предлагаю не сидеть на месте. Давайте объедем их все. Алиса! Пап, пап! Лена пропала, да? Да, Солнышко, она пропала. Не переживай, мы её обязательно найдём. Ты пока дома с Ромкой и Тамарой Ильиничной. Пап, дома. Оля, в машину. Алиса! Чёрт! Жень! Лен? Леночка, боже мой! Леночка, что с тобой? Вставай, вставай, милая. Давай. Аккуратно, аккуратно. Давай. Потерпи, милая. Сейчас я тебе укол сделаю. Потерпи, милая. Да, срочно. А у нее была пересадка костного мозга месяц назад. Подробностей я не знаю. Я просто соседка, я умею делать уколы. Да, именно его и вколола. Пансионат «Солнышко» деревни Манихино. А что происходит? Если ты решил угробить девчонку и тебе совсем ее не жалко, делай это без меня. Леночка, вставай. Вставай. Подевай тапочки. Куда ты с ней собралась-то? С меня хватит. Я с тобой в тюрьму не пойду и никаких детей от тебя заводить не хочу. Чтобы ты их вот так потом бросил, сейчас приедет скорая, мы подождем внизу. Пойдем. КОНЕЦ 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 ПОДПИШИСЬ КОНЕЦ ПОДПИШИСЬ КОНЕЦ 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 Лена, что с ней? Ее уже лучше, вы мать? Да. Поедете с нами, где ее оперировали? Третья городская. Хорошо. Леночка, как ты? Все хорошо. Давайте, садитесь в машину. Оля, тогда ты с Леной в больницу, а я за вами. О, что так народом-то много? Адик, молчи. Что молчи? Погоди, чего ты вообще устроили? Подожди. О, спонсор. И ты тут. Да ладно, что ты. Жень. Ну что? Ну, с девочкой все в порядке. Реакция на пропущенный укол. Только и всего. Ее сейчас переведут в общую палату. Можете к ней пройти. Спасибо. Спасибо. Саша. Все хорошо. Не волнуйся. Давай, иди к ней. Я здесь меня ждал. Расскажи мне. Давай, давай завтра. Тебе нужно поспать. Нет. Расскажи сейчас. Тебя и другую девочку перепутали в роддоме. Я бы ничего не узнала, если б ты не заболела. И я стала искать двоих настоящих родных. Я нашла Сашу, Александра Петровича. Но ты все равно моя самая любимая. Самая родная доченька на всем белом свете. Я горы сверну, чтобы тебе было хорошо. Я знаю. Не плачь. Ромка, Ромка! Смотри, какую я открытку для Лены сделала. Сама. Алиса, мне сейчас некогда. Давай потом досмотрю. Тамара! Смотри, какую я открытку для Лены сделала. Сама. Очень красивая. Ты такая талантливая, Алиса. А это торт? А можно? Нет, нет, нет. Леночка приедет, потом попробует. А можно я что-нибудь для малыша возьму? Малыш спит. Он маленький, он устал. Ты играла с ним целый день. Ну, да, конечно. Все правильно. Бабушка! Что, милая? Смотри, какую я открытку для Лены сделала. Какая ты умница. Красота. Сама. Смешная. Ну, а что с Вадимом? По суду ему запретили даже приближаться к Лене. Бизнес его прогорел. А как девица это его? Говорят, бросила. А кому такое сокровище нужно? Приехали. Алис, приехали. 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 Осторожно. Ну, привет. Привет. С днем рождения тебе. И тебе. А это тебе. Спасибо. Это тебе. Ждемте, красавица. Это тебе. Это тебе. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»